Вышла я прогуляться и пообщаться с вами немного. Погуляем, ходим. Такая классная погода, но и тепло оделась. Привет, друзья и зрители, мои подписчики. Мне очень приятно, что вы меня все любите и ждёте. Знаете, как мне классно, когда пишут «хочу равняться на вас». Мне это очень приятно, мои друзья. Но есть один нюанс. То, что я делаю, не всегда хорошо, не всегда легко. Понимаете, потому что это у меня в характере заложено. И иногда я не жалею о том, что я уже сделала. Но я потом выгребаю, как с этого вылезти, понимаете. Потому что у меня характер, когда у меня рвёт девочки, я ни на что не смотрю. Рубаю всё, что можно. И всех, кто есть рядом, кто попадётся под мою вот эту. Знаете что, я сошла с вами в кафе. Смотрите, мне принесли такой отек чай, такой вот светленький. И опять моё любимое пирожное. Здесь его уйма есть с орехами всякими. И там с фруктами. Но я не хочу. Потому что это я знаю. Оно очень мягкое. Смотрите, я вам покажу. Оно такое мягкое и сочное. Я не знаю, мне нравится. Я один раз попробовала в турецком доме в гостях. С тех пор я его кушаю. Ну что ж, мои друзья, пусть я не люблю на камеру кушать. Будем общаться с вами. Оно и так холодное, никуда не денется. И так далее, друзья мои. О чём у нас будет сегодня тема? На какую тему мы будем я вам отвечать? На какую ж такую-то тему я буду с вами общаться и отвечу наконец-то. Знаете, как мне многие написали? Очень многие. Мне очень приятно, что... Смотрите, как люди смотрят внимательно мои видео, слушают. Есть такие люди, что я говорю, всегда надо уметь терпеть, слышать и слушать. И есть такие люди, что я вам очень благодарна. Такие тонкости. Понимаете, слышали, что я говорила, что я сцепилась с родственниками, короче, с моего нынешнего мужчины, что мы поругались, мы не общаемся. Да, вы правы. Но сейчас я на эту... А я вот так сижу здесь в кафешке. Ну ничего, кто знает, что я говорю, думает, что я с кем-то общаюсь. Понимаете, как я хочу вам ответить красиво на этот вопросик? Ну, девочки, чтобы вы поняли. Да, я честный человек, но есть такие нюансы, что я, может, их, вам эти тонкости не скажу, но скажу приблизительно, потому что мне написали многие девочки, как я там оказалась. Допустим, что мы, что у нас вы, что я говорю в каждом видео, что мы притираемся, и как получилось, что я там оказалась с родственниками, знакомиться, почему, что случилось, почему это мы не продолжаем общение и так далее. Я бы в жизни не пошла, это была такая ситуация. Зачем? Я, понимаете, не люблю ходить в гости, тем более к родственникам, если что-то не выгодят. Зачем? Я это не мое. Потому что я человек сто раз подумаю, потом делаю. И я всегда в каждом видео говорила, что для меня главное я с мужчиной, не его родственником. Что ж, мои хорошие, как я оказалась в этой истории? Как я там вообще попала? Да, я вам сейчас скажу. Мы жили с моим уже несколько месяцев. Я сначала как друзья, потом и так далее. И, короче, эти родственники приехали, хотели на меня посмотреть. Но маманя его здесь была, как бы я с ней жила где-то три недели, да? Ну, это его мать, что я тут? Что ты тут поделаешь, да? Ну, как бы, про маманюр, отдельная история. Но потом, может быть, и я вам расскажу, мои друзья. Но, неважно. Потом эти три сестры приехали, мы познакомились, да? Немного цепились. Ну, это была такая история. Ну, как цепились? Если, понимаете, я вам так скажу, чтобы вы поняли меня. Чтобы вы поняли меня, и этот турецкий менталитет. Люди по-своему умные, по-своему это, они понимают так жизнь. А я человек, который, понимаете, всю жизнь, ну, характер у меня такой, всю жизнь командир, командую. И тут считайте, что-то мне не нравится, я не... Ну, мне характер, понимаете, отдавать приказы. Иногда слушаюсь, иногда извиняюсь, мои друзья. И тут, короче, меня немного несло, несло, несло. Ну, как бы, понимаете, для меня нет окружающих. Когда у меня что-то, допустим, вот подколки туда-сюда, я стала людям понять, кто я такой. Потому что я, во мне, невестка. Мы просто живем вместе. Как у нас получится, время покажет, понимаете? Как бы я им дала понять, что, допустим, я им понравилась, говорю, и вы обо мне еще ничего не знаете. Понравлюсь. Главное, чтобы я вашему сыну, брату понравилась, и чтобы он мне... Друг другу. А это остальное, неважно, девочки, говорю. Понимаете? Знаете, вы меня считаете... Мне очень приятно, баба очень... Ну, женщина умная. Берете многие из меня пример. Но иногда, понимаете, за своего упертого характера, за своей чокнутой гордости. Может, это хорошо, потому что я много чего в жизни добилась, никому не терплю. Но из-за этого я, мои друзья, могу навредить себе в первую очередь, потому что, ну, несет меня, я не слушаю, не подчиняюсь. Вот такой у меня характер. Еще могу грубо общаться, понимаете? Ой, так жестко отвечаю, что потом мне стыдно в глаза людям смотреть. У меня такое было, что я до сих пор, они со мной не общаются. Вы правильно услышали. Как бы раньше они мне в WhatsApp звонили, спрашивали, как дела? Сейчас никто со мной не общается. Понимаете, даже все его друзья пошли против меня, потом на работе, что зачем она тебе нарвотая. Поэтому я еще раз вам всем благодарна, но я вам расскажу свою историю, как я там оказалась в первую очередь, мои друзья. Это такая история была, знаете, нервная, такая продуманная. Короче, это был запланированный отдых, но это я ошибку большую сделала. Сейчас объясню, почему. Что ж, будем говорить, что случилось. Как я оказалась в этой Сакаре? Как я там оказалась? У нас был с моим договор, как бы, да, у меня должно было быть день рождения. Он хотел сделать мне подарок, отдых, чтобы мы были вдвоем. Ну, как бы, это нормально, да, чтобы узнать, увидеть днем. Ну, что, понимаете, когда мы вдвоем будем хотя бы неделю, это что-то покажет, будем мы дальше или нет. И, короче, он мне начал предлагать курорты Анталии, Мармарис, куда я хочу. Я говорю, я не хочу ехать на машине очень долго, говорю, где-то здесь можно? Он говорит, что давай побудем, поедем на остров, где там ты была, у твоей дочки знакомые есть, поедем туда отдыхать, закажем там номер, будем вместе, говорит, нам море, будем на этих островах отдыхать, да? Но я подумала, нет, не хочу. Почему? Нет то, что девочки дорого мне, что на его деньги, да, допустим, как бы тут речь о деньгах не шла, потому что он собирался ехать, он готовился, понимаете, меня выгулять, сделать мне подарок на день рождения и так далее. Я сказала, мы туда не поедем, он говорит, какая причина, куда тогда едем, туда не хочешь, туда не хочешь. Знаете, почему я на острове не захотела? Потому что это очень близко, это почти что в Стамболе, да? А он, когда мы близко, его вызывают на работу, он может меня там потом оставить, допустим, или со мной, а я хотела подальше от Стамбула. И он мне говорит, когда, вот где мы были на море, говорит, где-то туда, в ту сторону, короче, давай тогда отели смотреть, поедем туда, поедем на отдых. И я говорю, а это где? Он говорит, ну заедем на один день к моим сестрам по дороге. Я говорю, это без проблем. Заодно увижу, он говорит, это очень огромный город, тебе понравится, говорит, немного отдыхаем. Ну там видео есть, где мы на катерах катались с его сестрой. Один день я была у его сестры. Я сказала, хорошо. Он начал искать отели, а это уже потом, когда мы, он искал, короче, только на воскресенье, потому что он искал самый красивый отель, чтобы был, понимаете, там птички и так далее. Я говорю, что, что случилось? Он говорит, проблема с отелями, все забито. Только на воскресенье я нашел где-то 8 отелей, звонил, что есть свободный на воскресенье, чтобы море рядом было и так далее. А что тогда делать? Я говорю, ну поедем к твоей сестре подальше от Стамбула, потом погуляем там и потом будем искать дальше. Но я же не понимала эту систему, что действительно разгар и это все будет забито. И что вы думаете? Попали мы к его родственникам. Мы приехали ночью. Ну а нам, они меня уже знали, как бы эти сестры, три, они меня уже видели, мы познакомились до этого, они очень рады были, приняли, нас очень красиво, все было хорошо. Я им очень благодарна, они очень простые люди, хорошие, но они все закрытые. Ну и, конечно, на своей там волне. И знаете что? Когда это самое, они начали нас уговаривать, что останьте здесь, зачем куда-то ехать, здесь тоже есть красиво, отсюда на море будете ездить и так далее. А я, знаете, что значит, останьте здесь? А ему это может не нравиться, потому что он говорит, что там его есть друзья, одноклассники, он где-то там, наверное, раньше жил, что он их не видел и два года, но это ему нравится. Я говорю, а ты меня не понимаешь, что я хочу быть с тобой. Ну, говорит, Мария, я звоню в сел, сел, сел и говорит, заняты. Я говорю, тогда возвращаемся на Стамбул. Он говорит, а ты можешь успокоиться? короче, мы там переспали ночь, все было хорошо, там куча людей пришло, около двух часов ночи. Короче, мне это не нравилось, я закрывалась сама в комнате, сидела в интернете, потому что, понимаете, я не какой-то на обзор пришла. Я не хотела общаться, очень мало, ну, чужие люди приходят, это, знаете, как в турках, очень много фамилии, родственников, их было человек очень много, а я и стеснялась, не то, что и стеснялась, но не то, хотела с ними общаться. И я сказала, что я хочу отдыхать, где-то было два часа ночи, он говорит, что с тобой происходит? Он говорит, ничего, говорит, завтра уедем к другой сестре, зайдем на этот, как его, на пару часов, короче, а, извиняюсь, мы еще гуляли, это мы ночью приехали, получается, мы две ночи там спали, в этой сестре, мы же гуляли с ними, с детьми, у меня там видео есть, как бы я за рулем там ездила, с сестрой, да, по городу, мой спал, и это на их машине я ездила, и так далее, но мы знакомились, да, я, видно, им понравилось, ну, не знаю, но у меня язычок подвешенный, понимаете, и потом на чем мы цепили. Это я вам историю свою рассказываю, потому что в итоге говорят, что я очень честная, справедливая, но я вам отвечаю, друзья мои, но вы так не делайте, потому что это может боком вылезти, ну, я скажу вам, вы поймете, ну, и потом случилась такая ситуация, понимаете, когда я его с утра уже, ну, не с утра, где-то в обед долбаю, когда мы уже уедем, потому что я не хочу здесь сидеть, не хочу здесь находиться, я хочу уехать, и он это все время-то подождит, это подождите, я еще отель не нашел, а у меня уже начало нести, я говорю, а ты что до сих пор делал, ты за этот, мое день рождения, говорил, где-то две недели, что ты до сих пор делал, и, короче, у нас вот так вышло, что мы начали спорить, мои друзья, и сестра нас не пускает, останьтесь на пикники, пойдем, понимаете, это, я не знаю, там у нас в видео моих есть, я сказала, что нет, я хочу на море, куда вы пойдете, ты не понимаешь, что он ищет отель, я говорю, ему, это мои проблемы, ты должен искать, мне начало нести, я что, к вам приехала, что ли, свой праздник с вами, да я с дочерью лучше бы уехала на курорт, она меня звала, я отказалась, что за фигня такая, меня несет, понимаете, но тем более, хочу с тобой один на один быть, ну, как бы я красивая, и тут он говорит, собирай вещи, едем к другой сестре, зайдем в гости, и потом едем искать отель, ну, и, короче, мы начали собираться, напомню, на чем я сцепилась, и, конечно, ей, она начала, что, извиняться, если что не так, что, Мария, почему ты так, я говорю, ну, я красиво ей объяснила, видно, до нее дошло, что, я говорю, понимаете, я хочу побыть с вашим братом наедине, я хочу узнать друг друга, как, что у нас получится, как бы, для меня это главное, ну, вы есть, вы, я очень вам благодарна, я все красиво объяснила, и тут я оделась, платьичко, помню, это голубое, что я была на море, она говорит, в таком платье ты в гости к моей сестре не пойдешь, потому что она была немного открытая, потом, считайте, это самое, оно чуть-чуть выше колен, но говорю, а в чем проблема, у меня других платьев нету, она мне сказала, что не пойдешь, и все, потому что она закрытая, там все девочки, дочки закрыты, что тогда это неуважение, ну, я тогда поняла, что это, ну, они так думают, и как-то я вспомнила, что у меня есть еще белое такое, мадлевое длинное платье, оно ниже колен, и рукав такой был закрытый, где-то вот здесь, да, я переодела это платье, она начала опять, что это не подходит, и я, а мне начало нести жарко, очень было, я спешу, а мой начал улыбаться, и я ему глазами показала, что ты иди, жди меня на улицу, бери чемоданом, и жди, я сама, я не буду больше переодеваться, ну, и тут она мне начала, короче, по ихным законам, это все рассказывать, ну, и короче, девочки, мы немного сцепились, понимаете, произошла такая история, она начала мне показывать свои, эти, как их, не хочу называть, вы знаете, что, что у них там законы написаны, что, где это видано, потом я, слегка улыбнулась, и сказала, послушайте, понимаете, я украинка, она мне сказала, ты живешь с моим братом, я повторяюсь, и ты должна, соответственно, одевать себя, уважать нас, я говорю, о чем проблема, говорю, во-первых, ну, у меня нету длинного платья здесь, и чтобы быть закрытой, говорю, я тогда еще в шляпы была, может, это им не понравилось, но мы как бы хотели зайти в гости, там, на полчасика, и потом ехать на море, она мне когда начала эту книгу листать, а меня понесло, понимаете, я очень жестко ответила, я не буду эти слова говорить, ну, это, я даже стеснялась этих слов, ну, как я стеснялась, то, что я им это сказала, я что понимаю эту систему, ну, не надо было этого делать, но меня жестко понесло, и она мне сказала кое-что, а если бы я так ходила, я ответила очень грубо, я не буду это на весь мир говорить, но я себя не сдержала, ну, и, короче, мой это спокойно все, я ему объяснила, все спокойно принял, даже смеялся в шутку, это все, а потом мы приехали к другой сестре, она тоже меня видела, я ей очень понравилась, она мне, как бы мы общались, приехали в гости и так далее, и он мне говорит, я позвонил в какой-то отель, хороший, ну, тысячу лир сутка, это очень дорого, конечно, я говорю, ну, для Турции, понимаете, это на тот момент, на тот момент, где-то 150 долларов в сутка, и я говорю, а что, подешевле нельзя было, говорю, зачем такой отель, там птички, фигички, говорю, мне это нафиг не надо, мне главное, чтобы было море, и чтобы мы были вдвоем, говорит, я хочу хороший тебе сюрприз, делать, ну, если тебе по карману, делай, и, короче, это самое, говорит, 8 часов, а потом сестра его, мы были в гостях, они нас угостили, приняли, познакомились, она, он, ей куда-то надо было на час, и он сказал, я ее отвезу, я поеду на дел, по делам, это было где-то, в 2 часа в обед, и говорит, всем я приеду, я там с девочками осталась, с маленькими, это дочки, какие маленькие, 1, 18, другая замужем была, там, внук был, мы общались, я говорю, я немного отдыхну, потому что ехать еще нам, ну, и как, нормально, понимаете, он у своих родственников пусть побудет, он тоже туда часто не ездит, ну, тоже пусть кого-то там видит, встреча какая-то была, как бы он говорит, едешь со мной, я говорю, нет, я подожду здесь, и они уехали, и, короче, он сказал, 8, мы уже должны там быть, где-то в 7 часов я приеду, полседьмого вечера я тебя заберу, и поедем, и потом, короче, где-то около 6, я начала ему звонить, он говорит, я буду, и он приехал, и, короче, они накрыли стол, мы все кушали, и так далее, я говорю, нам уже скоро пора уезжать, и они начали нас останавливать, и тут ему звонят с этого отеля, считаете, я сначала, ну, это не знание языка, я неправильно понимаю, звонят ему, что это люди должны были съехать, как бы они завтра в 12 часов должны съехать, места нету, понимаете, и он начал нервничать, потому что он подумал, что я ему не верю, что он хочет остаться, а меня начало нести, понимаете, и было еще такое, что они мне сказали, да что ты расстраиваешься, завтра пойдем здесь в красивый парк, на пикник, вместе погуляем, побудем, все вместе, и я, знаете, уже нервная, у меня все кипит внутри, я себя сдерживаю, и мне, знаете, показали, что он, они специально сделали, чтобы мы там, ну, знаете, как смотрины, приходят все, чтобы посмотрели на меня, но они мне никто не нужны были, мне нужен только он, я хотела побыть с ним, я хотела побыть с ним, и потом, короче, такая ситуация, меня начало нести, я нервничать начала, я перестаю тогда разговаривать, закрываю в себе, чтобы что-то лишнее не сказать, и он в шутку начал, он же тоже не знал еще, ну, какая я бываю, как бы в шутку, да, и начал, что ничего страшного, завтра в 12 часов поедем, и, короче, это самое, а мы пойдем на пикник, сделаем пикник, они начали все со мной разговаривать, я говорю, какой нахрен пикник, меня уже понесло, я говорю, я мясо не ем, я говорю, с тобой сяду, покушаю, я не знаю, одну булочку, на траве посижу, но я хочу быть с тобой, ты это не понимаешь, я говорю, это кто вы, я грубо очень сказала, говорю, это вы, вся ваша фамилия с нами пойдете, да, я говорю, а я зачем тогда сюда приехала, говорю, чтобы с вами всеми быть, говорю, я не хочу, я хочу быть с ним один, я сестра красиво начала объяснять, что, она что, что мы что-то тебя обидели, они ничего плохого не сделали, просто, ну, они так понимают жизнь, я им говорю, вот, допустим, я хочу его узнать, я начала повторяться, понимаете, он смотрит, можешь успокоиться, я говорю, так, ищешь отель, потому что завтра еще к третьей сестре, к четвертой, мы так будем здесь сидеть, и, короче, меня начало очень жестко нести, а наши вещи были все в автобусе, мы были на автобусе большом, это он с работы взял, короче, и так далее, и я, меня очень начало жестко нести, я, у меня только сумочка была маленькая, и шляпу, я одеваю шляпу, сумочку, это где-то было уже около восьми вечера, темно, и говорю, я тебя жду в автобусе, он говорит, что с тобой происходит, я говорю, то есть возле автобуса, я тебя жду, он говорит, ты что, больная, куда ты идешь, ты не понимаешь, что, говорит, нету отеля, я говорю, это твои проблемы, надо было думать раньше, а мне только что позвонили, я говорю, я с ними, вот это буду гулять, меня начало нести, я начала немного плохо себя вести, и на русском, говорит, он мне потом говорил, слава богу, что они русские, не понимают, черти, что ты там говорила, я нервная очень была, я взяла шляпу, они меня успокаивали, держали меня, понимаете, ну, у меня такой характер, поэтому говорю, вы хотите равняться, послушайте вот эту историю, потом поймете, надо вам равняться на меня или нет, и беру эту шляпу, сумочку, и говорю, я тебя жду, он меня не пускает, я начала фаркатывать, на меня очень повысил голос, говорит, ты успокоишься или нет, говорит, что ты творишь, они, как бы, знаете, не понимают меня, что я хочу, а он понял, наверное, или тоже не понял, я говорю, если ты не выйдешь, я вызываю такси, или говорю, сейчас своим друзьям позвоню, дочери за мной приедут, и я уеду в Стамбул, говорю, я сказала слово последнее за мной, он, ты успокойся, начал, ну, как бы по-хамски, что-то там губнить, а мне пофиг уже, понимаете, мне еще это только не хватало, что ты еще будешь на меня голос повышать, да я сейчас вообще, мне белка схватит, и, короче, потом это самое, что я хочу вам сказать, он, его сестра начала успокаивать, что успокойся, потому что он тоже очень разозлился, и я выбежала на улицу, возле автобуса стою, звоню дочери, дочка еще ему тоже позвонила, вставила по полной программе, говорит, ты что, маму привез к своим родственникам, это такое, говорит, ты праздник я и сделал, короче, дочь ему очень нахамила, он нервный, он открывает автобус, говорит, едем в Стамбул, потому что в отеле нету, и мы сели, короче, он говорит, я тебя отвезу, или к дочери, или к Анжеле, где ты жила, говорит, иди к чертовой матери, говорит, ты меня так опозорила, говорит, что ты за цирки наделала, люди тебя приняли, очень красиво, но меня понесло, говорю, все, больше на эту тему говорить не будем, да, я приеду, соберу вещи, и еду или к дочери, или туда, или туда, в то время дочка уже была на курорте, в Петтие, но я думаю, если что, то к Анжеле пойду, у меня есть другие варианты, я всегда, знаете, просчитываю себе на всякий случай, главное, чтобы, и он говорит, это самое, бубнит что-то, я рот закрой, говорю, все, не понравилась, такая-сякая, говорю, я не буду никому терпеть, ты знал, какой у меня характер, говорю, не надо, я не детский садик, говорю, не ребенок, не пришла здесь свататься на смотрины, я хотела просто побыть с тобой, и поэтому я очень разозлилась, что, что за фигня, это получается, как бы третья ночь там, и что же я хочу вам, друзья, сказать, и вот, он очень был нервный, курил, мы отъехали где-то полчаса оттуда, но, чтобы вы поняли, до Стамбула полтора часа осталось, то есть, вся дорога полтора часа, мы полчаса уже отъехали, представляете, он летел как бешеный, мы молчали всю дорогу, и где-то через полчаса, он мне говорит, начал извиняться, руку взял, поцеловал, начал извиняться, что я тебе грубо сказал, я всю дорогу думала, вот, кому звонить, потому что дочка, считайте, ни ключи не оставила, как бы думала, вот, кому перейти, да, как бы к подругам не хотелось бы, потому что они, знаете, как это будут радоваться, всегда мне говорили, что, а я тебе говорила, ты за своего характера, и думаю, к дочери, а потом есть у меня другие варианты, как бы, да, ну, есть у меня, куда пойти, и это самое, и он говорит, что ты думаешь, я вот говорю, думаю, в какой дом я перееду, потому что дочери сейчас, на данный момент нету, кандиджи, я не хочу, чтобы радовались, еще мне на мозги капали, еще и там сорвусь, и это самое, и он как затормозил, что ты сказала, я говорю, то, что слышал, ты что думал, говорю, ты меня испугать собрался, короче, меня начало нести, и он говорит, подожди, затормозил, начал, говорит, я звоню в отеле, сейчас будут все номера, то есть в отеле звонить, где будет, в каком городе, туда и поедем, говорит, едем, я говорю, давай звони, но я на нервах, все было, конечно, и он начал звонить, где-то вы не поверите, везде отказ, он уже нервный, уже и вижу, что переживает, понимаете, потому что, если все нам отказывают, что мы же не будем спать, значит, едем домой, в Стамбул, и он понимает, что это будет конец, потому что, если он это, ну, как бы раньше должен был думать, я себе это в голову убила, это не мои проблемы, раньше думая, решай, соображай, и я себе уже настроила, я всю дорогу думала, я не думала, что кто-то нас примет, и потом шестой отель, ему, он набирает, и сказали, да, есть номера, сколько стоит, но единственная проблема, что нету завтрака, и он это самое, говорит, море хоть есть там, говорит, да, есть, и он мне это все говорит, говорю, к черту завтрак, пойдем на улице покушай, говорю, что за проблема, и так не завтрак, никогда, ну, и мы поехали, короче, туда, приехали, где мы там были у моих видео, мне очень понравилось, потому что море сзади нас, очень красиво было, я с ним не разговаривала до утра, потому что он знает, что меня лучше не трогать, мне надо остыть, потому что я и оттуда могу взять, заклинит такси, вызвать, вы понимаете, у меня всегда есть свои средства, что я рассчитываю, знаете, да мне пофиг, когда у меня крыша едет, куда я поеду, что я поеду, я уже, знаете, я такой человек, что я на ходу начинаю соображать, я когда нервная, что-то не получается, вот мне, у меня страх пропадает, у меня появляется жесткость, я начинаю думать, решать, как выйти с этой ситуации, как вырулить, и меня остановить невозможно практически, у меня человек тот, который рядом, самый конченый, будет возле меня, понимаете, что я на тебя полагалась, а ты дерьмо, вот я говорю, открыто и прямо, и мне очень трудно обратно вернуть, короче, что я вам хочу сказать, мои друзья, ну до утра мы не разговаривали, потом мы вышли на море, где-то позавтракать, мне очень понравилось, как вы орете, как бешеный, вот немного послушайте, да, это человек по телефону разговаривает, и орет на всю катушку, чтобы все люди слушали, вот это я ненавижу, понимаете, вот слава богу, мой стеснительный очень, он наоборот, я когда кричу, он, Мария, тише, пожалуйста, тише, чтобы люди не слышали, вот мой спокойный, насчет этого, чтобы его разозлить, я вам говорю, это было впервые, что он на меня тогда голос повысил, то я не поняла чертом, что он мне сказал, потому что я когда нервно, я не понимаю, не слышу, меня остановить очень трудно, ну и короче, потом это самое, мы помирились, нам было очень хорошо, мои друзья, как бы это самое, его сестра, одна только меня поздравила, первая, с днем рождения, ночью, это было уже в 12 часов, на следующий день, как бы, да, воскресенье, поздравили, и знаете, как мы радовались, он мне говорит, как я тебя благодарен, говорю, за что, прекрасное море, прекрасный отель, говорит, все здесь рядом, прекрасный отдых, что нам еще надо, мы вдвоем, я говорю, видишь, а если бы я скандалы не сделала, мы бы ходили, и главное, дешевый, 300 лир в сутка, и главное, я говорю, тебе деньги сэкономила, ну как сэкономила, ну как сэкономила, мои друзья, сэкономить, я ему не сэкономила, потому что мы кушали все, и завтрак, и еду на улице, и все заказывали в отель, на одно это вышло, но дело в том, что тот был 1000 лир, он там, ну он как бы себя чувствовал некрасиво, что он хотел на мой день рождения, там паулины, птички, ну я не знаю, черти что, ресторан шикарнейший, да, я ему объясняла, что я не хочу ресторан, я не люблю ресторан, пойми мне, мы с тобой говорили, почему я не выбрала турка, который меня тянет в ресторан, потому что я 20 лет работала в ресторане, собственно, я просто хотела побыть с тобой в море, вот пройтись, подышать, покупаться, ну он очень себя красиво ввел, я даже не ожидала, единственное то, что когда я снимала на видео, его немного раздражало, то, что я уходила одна, ну купальники, понимаете, и он все время с воды выбегал, и шел сзади меня, потому что говорит, ну всякое может быть, я говорю, да что будет здесь тысячи людей, и что еще, мы путешествовали, видели в моих видео, куда-то ездили, в другие города, мы на автобусе очень много ездили, по других городах, мы путешествовали, вообще один день путешествия, короче, вот так мы прекрасно провели время, и после этого они со мной не общаются, ну как бы, да, было такое, что мы еще раз поругались, если я уехала на 8 дней к дочери, то есть на эту старую квартиру, где я была, ну, понимаете, я не буду об этом говорить, но я такой человек, вы говорите, что равняйтесь на меня, хотите, кемер, брать с меня девочки, это не очень легко, понимаете, у вас должны быть, ну, мне это проще, потому что у меня всегда есть куда пойти, у меня есть страховки, понимаете, я всегда продумаю все наперед, на всякий случай, как в своей стране, понимаете, чтобы жить потом хорошо, я всегда думаю, я всегда говорю только, чтобы здоровье не подвело, мозги у меня работают, понимаете, потому что я когда-то в видео говорила, я молодость свою не просрала, понимаете, у меня когда даже очень большие были деньги, да, я зарабатывала, я не ездила никогда отдыхать, потому что мне надо было бизнес открывать, делать, мне надо было дом шикарный сделать, понимаете, я знала, что у меня двое детей, и что рано или поздно всякое может случиться, чтобы что-то было задумано, понимаете меня такой характер и поэтому мои друзья вы говорите что равняетесь во-первых у меня есть средства и у меня здесь ребенок живет родная крови ножка и бывший его как видео бывший как сыну руку в любое время мне поднесет знаете когда я рассказывала своему большему когда на чем мы поругались где ты больная нагула если ты моей допустим сестре вот так на хамила я бы тебя ударил 1 сдачу не рассчитываешь у меня еще только не хватало что меня ударь до разбомблю все говорю у меня вот такой характер понимаете ручку они должны мне командовать в чем не кормите знаете у нас была стычка когда я сказала девочки не учите меня пожалуйста жизни они там на годик-два от меня старше понимаете они что-то меня учить думе другие люди если вашего брата не устраивает или сына пусть не живет со мной а пусть мне в глаза говорит но меня уже никто не переучит не перевоспитает потому что мне никто не нужен я хочу пожить для себя меня уже дети как бы слава богу взрослые самостоятельные самодостаточные там мозги очень работает слава тебе всевышнему меня дети очень круто живут мой сын с невесткой осмотрит за виллой за огромным домом и ремонты делает и порядке там чистота такая мне невестка присылает понимаете как они цветочки сажать ну как в аптеке сын за рестораном смотрит там в аренду поздавал понимаете аренда капает тут дочка тоже у меня и как бы кому я должна подчиняться я просто хочу жить для себя для себя понимаете если у меня не клеится не получается понимаете уже в одном как говорится дерьме было до что со всей фамилии я хочу жить с человеком один на один если тебя не устраивает я как бы не любила человека как бы он мне не нравился но я себя люблю больше понимаете я всегда говорила я себя люблю когда женщина запомните будет любить себя вы принесете счастье окружающим потому что вы довольная счастливая женщина вы и детям своим а когда вот это ныть у меня не получается чу ныть а вы идите пробуйте но конечно в первую очередь девочки надо за своими мыслями и мозгами смотрите ну и сейчас я понимаю что многим это не понравится понимаете я очень сильный человек я многих людей смотрю видео если бы я отвечала на такие вопросы то мы бы подумали же какой-то тиран потому что я в жизни жизнь эта игра жизнь это жестокость понимаете как бы но как вы ее настолько понимаете жизнь человек понимает допустим во первых вы хотите быть счастливы в первую очередь мы сами должны делать себя счастливым человеком сами вас никто не сделать ни один прекрасный мужчина ни один прекрасный человек только вы сами свои мозги понимаете потому что когда женщина счастлива мать она будет делать детей счастливыми и делать год мужчину счастливым человеком но когда женщина вот это представьте себя мужчины и так они пашут зарабатывать да есть разные есть альфонс и я вам буду истории рассказывать и так хватает а когда женщина вот это но это или на весь мир хвастается как она хорошо живет понимаете человек когда действительно хорошо живет он не будет показывать но есть менталитет разный как нашей стране так и в этой допустим да поэтому я не люблю людей которые ноют я вам много чего могу рассказать понимаете потому что в других семьях турецких никогда наверное скандала не будет так как в моей семье потому что я требую к себе внимание уважение в первую очередь понимаете мне все равно и это очень сложно потому что это люди с другими мозгами они по-другому жизнь смотрят это очень трудно и я требую к себе внимание я всегда говорю о какого хрена ты живешь со мной с украинкой почему ты себя не выберешь я не знаю найди но есть на сайтах очень много людей понимаете поэтому что девочки это очень сложно еще у меня характер я очень спокойный человек я могу женщиной спокойно могу потерпеть сдержать себя но когда понимаете всегда увидела говорила я к мужчине мужчина это как бизнес если вы сломаете себя девочки вас ничего не получится бизнес надо идти вперед и надо что-то добиваться это очень сложно поэтому я говорю это очень трудно понимаете чтобы выжить с турком во первых считайте он любой турок ревнивый пытается вас перевоспитать пытается что-то сделать что-то поменять допустим ну я уже в возрасте человек не надо меня менять если у нас не получается знаете мне говорят чтобы я успокоилась что я буду искать и не буду прогибаться я прогибаюсь есть тебя виду по-людски но если меня старают ломать допустим закрывать меня как собачку не относятся ко мне почти как человеку понимаете я сильный человек очень и не получается поэтому я лучше лучше чем я буду таким человеком зачем он мне нужен такой человек для чего и поэтому вы мне будете миллион раз обсуждать это моя жизнь и я буду пробовать сколько надо поэтому вы равняетесь вы готовы потому что мужчина как любой бизнес как хороший бизнес чтобы найти надо попахать мои друзья они ныть и плакаться понимаете и жизнь тоже жестокая она будет вам сюрпризы поднести к вам преподносить и вы должны или как-то с ними справляться или ломать себе или остановиться сильнее поэтому что в жизни нелегко приходится мои друзья если вы готовы пожалуйста если вы не готовы это очень трудно поэтому я все понимаю но пробуйте мои друзья пробуйте кто-то берет меня пример молодцы кто-то говорит если бы я тебя раньше знала было бы хорошо да я многим людям очень помогаю но из-за этого многие женщины говорят что у них очень проблем ну как проблема потому что она не может допустим это надо идти ва-банк понимаете все ломаешь и к чертовой матери с нуля начинаешь но я сто раз буду с нуля начинать ну как бы их мужчину всем благодарна немного с вами пообщались мне этот телефон задрал как у меня много звонит и это мне уже раздражать начинает всем спасибо вот я ответила так что а время покажет с божьей помощью прорвемся мои друзья